потому что оставлять на свободе того, кто посмел прыгнуть за красный флажок, нельзя. Нельзя. Шизофрения. Это массовое количество шизофреников производит наша страна. Сегодня газета «Инсайдер» сообщает, что в белорусской колонии умер политзаключенный гражданин России Дмитрий Штеттгауэр. Это новость «Инсайдера» от 1 ноября 2024 года. Белорусские СМИ и правозащитники сообщают о смерти политзаключенного гражданина России Дмитрия Штеттгауэра в колонии номер 12 в Могилеве. Ему было 22 года. Ой, друзья, 22 года. Что видел этот мальчик, скажите? Это чей-то сын. Конечно, это постарались, чтобы он умер. Понятно, что все сделали для того, чтобы он умер. Но ведь это ребенок, которого взяли и просто уморили в колонии. За что? Обстоятельства смерти Дмитрия Штеттгауэра пока неизвестны. По данным правозащитной организации «Вясна», Штеттгауэр умер 11 октября. СМИ уточняют, что это уже седьмой политзаключенный, умерший в белорусских колониях. А зачем они, молодые, нужны на воле, чтобы поднимать народ? У молодых по-другому ум работает. Они хотят жить. А вот это стремление к жизни, оно дает совершенно неадекватные иногда решения. И поэтому их лучше убрать, ликвидировать, вообще убрать со своего пути, чтобы и духу не было. Жалко, надо сказать, парень не жил вообще. Штеттгауэр – уроженец российского славгорода. Еще и название такое, ну прям посмеяться хотели, что ли, над населением. С 2018 года у него белорусские ВНЖ, писала «Медиазона». Вот он и убежал, да, в Белоруссию. Он работал в Каменце на предприятии по производству полимерной продукции и упаковке. В Могилеве отбывал срок по обвинению в содействии, экстремистской деятельности и шпионаже. Ну, конечно, в 22 года можно, конечно, стать шпионом. Мне, допустим, это вообще фиолетово, весь этот шпионизм. Меня никогда не склонили ни в одну сторону этого шпионизма. Потому что работать на дядю, ты же понимаешь, ты все равно будешь дураком в результате. Поэтому никаких шпионов вообще быть не должно. Процесс по делу Дмитрия Штеттгауэра проходил в закрытом режиме. На сайте Верховного суда он не указывался. Приговор вынесен в начале 2024 года. Об обстоятельствах дела правозащитникам ничего не известно. По сведям Вясное, вместе с Дмитрием был задержан его брат. Однако он был депортирован в Россию. Ряд СМИ написали, что у Дмитрия родился ребенок, пока он был в заключении. А политзаключенному Дмитрию Будаю в Белоруссии предъявили обвинение по новому делу о злостном неповиновении администрации колонии. И это ведь умненькие парни, умненькие головы. Неповиновение чему? Вы понимаете, кто в колонии, да? В руководителях, кто руководит там все. И неповиновение. Сталин их называл псами, да? Он вообще милицию всю называл псами. Почему псами, друзья? Ведь Сталин знал, что говорил. Он же на ветер слов не бросал. Не можете же вы сказать, что этого не может быть. Ну, найдете это в интернете, это есть. Это выражение Сталина, псы. Так значит, он знал, что он говорил. Потому что он их создавал. Он знал, что он говорил. Власти Беларуси предъявили новое обвинение политзаключенному Андрею Будаю, который уже отбывает 15-летний срок по делу Буслы-Лядяц. Как сообщают в Ясна, новое уголовное дело возбуждено по статье о злостном неповиновении администрации колонии. Суд был в Бобруйске в конце сентября. По данным правозащитников, поначалу Будай отбывал срок колонии номер 3 в Витебске. Затем его перевели в Бобруйскую колонию номер 2. Известно также, что политзаключенного регулярно помещают в ШИЗО. А чтобы действительно шизофреником стал, зачем умным быть на свете, друзья, нельзя. Нужно, чтобы все были шизофрениками вокруг. Буслы летят аисты. Группа граждан, существовавшая в рамках неформальной организации Супратиу, которую власти Беларуси признали террористической. В сентябре 2022 года суд в Минске вынес приговор шести участникам. Инициативы, включая Будая, они получили от 8,5 года до 15 лет колонии. Это самое страшное, что вы можете совершить в своей жизни. Это быть несогласным с действиями ваших чиновников и администрации. Это самое страшное. Будете ли вы убивать, это не так важно, вас выпустят скоро на волю по амнистии или еще чего-нибудь. А вот политику, политзаключенных, в принципе, под амнистией они никогда не попадали. Они же против власти. И это самое страшное, что может родить человеческое стадо. Это те, кто не хотят му-му-му-мычать бесконечно, которые хотят сказать. И мы тоже люди. А вот здесь-то нет. Нет, вы тоже не люди. Вам это показывают, посадив вас только за то, что вы были против на 15 лет, как экстремистов. Да, активистов обвиняют в терроризме и по другим статьям за то, что они повредили автомобили судьи и сотрудника государственного СМИ. А также, как утверждалось, бросили камень в окно квартиры сотрудника прокуратуры. Все, 15 лет вам. Вы ничего не сделали, бросили камень. А почему? Бросили, значит, были какие-то причины на это. Но кто же будет вашей причиной слушать? А вот киберпартизаны сообщают о масштабной кибератаке на Гродно-Азот и требуют освобождения политзаключенных. Белорусские киберпартизаны объявили о масштабной кибератаке на Гродно-Азот. Для восстановления данных ее участники требуют освобождения политзаключенных. Группировка киберпартизаны сообщает, что в результате атаки зашифрованы внутренняя почта, документы оборот и сотни рабочих ПК. Уничтожены бэкапы баз данных, серверов, почты, документы оборота, взломаны системы охраны и камеры наблюдения. И нарушена работа котельного цеха. Кроме того, группировка взломала сайт предприятия. А в качестве действия киберпартизаны опубликовали скриншоты взломанных камер наблюдения видео с подписью «Управляй котельным цехом». А также письмо председателю Белнефтехим. В нем говорится, что из-за взлома отгрузка азотных удобрений не будет обеспечена в полном объеме. Для восстановления данных киберпартизаны выдвинули требование освободить всех политзаключенных Гродноазота. А также 75 политзаключенных с наихудшим состоянием здоровья на усмотрение группировки. С 2020 года руководство Гродноазот участвует в издевательствах, давлении и политических репрессиях в отношении сотрудников предприятия. Мы не забыли карательные рейды, доносы и массовые увольнения. Сейчас ваша очередь расплачиваться. Ставки повышаются. Сейчас мы работали аккуратно и задействовали только малую часть наших возможностей. Так они пишут, ребята. Если откажетесь, в следующий раз ставки будут еще выше. Четыре года запугивания, репрессий и увольнений по политическим мотивам на совете руководства Гродноазот. За это получают наши собственные киберсанкции. Ну что же, партизаны это, конечно, хорошо. Киберсанкции, да. Что-то ребята хотят сделать, что-то изменить в своей жизни. Право они или не право, друзья. Ведь у каждого свое руководство. Я имею в виду мысленное такое внутреннее руководство. Как они хотят, так они и поступают. Нам ли их осуждать или что-то говорить, они не так сделали. Они делают так, как подсказывает им ситуация внутри, на заводе. Так они и действуют. Видите ли, друзья, нам была внутрена и внедрена в наше сознание рабская психология. Внедрена генетически, на генетическом уровне. Наше ментальное поле было повреждено. И, ну, в общем-то, друзья, все это прошло через лагеря. Когда один вот из таких парней выйдет завтра на свободу и родит детей от счастья, дети будут сломанными. Таким людям уже нельзя рожать детей. В таких семьях им нельзя воспитываться. Да, они пусть будут умные мальчишки, но они уже сломаны. А сломаны они ломаются на генетическом уровне. Понимаете? А раз они сломались на генетическом уровне, здесь они никак не восстановятся заново. И дети их будут уже со сломанным геном будут эти дети. То есть они будут рабски покорны. А в лагерях, в лагерях, в гулагах Сталин тогда отправлял миллионы, миллионы людей уходили в гулаги. И вот возьмите лагерь, да, Норильск, лаг был большой, где-то еще Магадан, лаг был, Колыма, да, на Колыме было много. Вот смотрите, они ведь все были также подвержены репрессиям. Их было много, а охраны было не так много. Но они не могли выйти за пределы, за красные флажки. Идет атака на волков, идет атака. Помните? Высоцкий пел, за красные флажки ни-ни, никто не может. Если только один прыгнет за красный флажок, то его будут как раз стрелять. Потому что оставлять на свободе того, кто посмел прыгнуть за красный флажок, нельзя. Нельзя оставлять такого на свободе. Видите ли, страх, он превалирует во всех умах. Сегодня Россию начинают воспитывать страхи в таком. Еще нет, еще ваши 20-е годы, начало 20-х, с 2000-го, нулевого. По 2020-й еще у вас в сознании все-таки, это целое поколение, это даже несколько поколений, они еще выросли в сознании свободы. Какой-никакой, друзья, это не была достаточная свобода, это не была достаточная жизнь. Но это все-таки было лучше, чем при Сталине, в ГУЛАГах. И вот эту генетическую память наложили кальку на хорошее, в принципе, более-менее состояние жизни. И все равно пошли взращиваться ростки, ростки свободы. Их, эти ростки, начали сегодня побеждать той психологией, атакой на психологию, на психику людей, военными призывами. Это пошла атака на психику людей, друзья. Люди становятся шизофрениками. Когда каждый день выходят законы, о, нельзя, нельзя, нельзя. Каждый день выходят законы. В результате все население становится шизофрениководобным. То есть шизофрения шагает буквально через все наше население. Что-то там призывает РПЦ, призывает идти на войну и быть пушечным мясом. Раньше говорили пушечным мясом, это во время Второй мировой войны. Сейчас говорят просто мясом, потому что пушки-то уже не стреляют. Где там эти пушки? Если посмотрела какое-то один видео, маленький сюжет, там просто взяли и своих братьев заварили листом. То есть люк танка заварили листом железа, чтобы только не вышли ребята оттуда. Будут их бомбить? Естественно, будут. Он идет, танк, они же там заживо сгорят, никто из них не выйдет. Но ведь кто-то же заварил их сверху. У кого-то пришла такая мысль. Это шизофрения. Это всего лишь навсего шизофрения. Это массовое количество шизофреников производит наша страна. И шизофрения шагнула. Знаете, я хочу вам сказать, даже те чиновники, которые наверху, они имеют, на ваш взгляд, это, кажется, хорошее медицинское обслуживание, да, хорошее питание, совершенно другое, какие-то поездки, что-то у них есть привилегии. А вы знаете, что эти привилегии тоже можно в бочку меда посунуть маленькую ложку дегтя. И что это будут привилегии? Допустим, вас кормят в Кремлевской столовой. Я, к примеру, говорю, я не утверждаю вообще ничего. И туда подсыпают немножечко. Вот как солдатам в армии бор, по-моему, подсыпали, чтобы они не чувствовали своего возбуждения мужского, да. Также и здесь подсыпают что-то. И человек, поедая каждый день продукцию из Кремлевской прекрасной столовой, вкусно приготовлено, все очень дешево, замечательно. И получается, что мозги-то человека уже по-другому работают. Мы же не знаем, какое генетическое оружие применяется к чиновникам Кремля, к чиновникам управления в Белом доме, в нашем Белом доме, я имею в виду это правительство, тот Белый дом, который расстреляли когда-то. Так вот, мы же не знаем, какое туда генетическое скармливание происходит. Мы этого тоже не знаем. Но мы понимаем, что наверху чиновники должны быть шизофрениками, еще большими, чем сам народ. Для того, чтобы изготавливать такую продукцию, чиновники будут гораздо большими шизофрениками. Когда-то я дружила с Андреем Козыревым, заходила к нему в кабинет в Министерстве иностранных дел. Мой муж заканчивал МГИМО вместе с Андреем Козыревым. Они знали друг друга. Так вот, однажды, зайдя в кабинет, сначала было все хорошо, нормальный парень, здравомыслящий. И однажды, зайдя в кабинет, я увидела на столе буквально горку, большую горку таблеток. И это ему было на день. Он должен их, все таблетки, выпить в течение дня. Было несколько коробочек, где он должен был достать по одной пилюле, и это были седативные. Я спросила, зачем тебе? А он сказал, да вот, лечу в командировку нужно. Медики так нашли нужным. Понимаете, и в конце уже Андрей Козырев стал другим, совершенно другим человеком. То есть он, может быть, и не чувствовал, что на него идет такое активное давление. Он, может быть, и не чувствовал свою затуманенность. Но, думаю, и чувствовал, конечно. Потому что он изначально не был дураком. Он изначально был довольно-таки смышленый парень. Но потом затуманили мозги. Да, друзья, трусливость, конечно, но это уже, может быть, генетическое. Вот здесь генетика срабатывает очень четко. Трусливость, трусость, страхи. Она срабатывает. Потому что так воспитали. Потому что он был воспитан в культурной семье. А культурная семья еврейская, она всегда живет в страхе. Это тоже необходимо понимать. Свободы? Да когда вы видели свободу? Евреям только и внушают, что их все хотят убить. Что их все везде зажимают. Это внушают на среднем уровне населению еврейскому. И они, конечно, живут в страхе. Шизофрения, друзья, она внедряется в сознание всех людей. На всех уровнях власти и на всех уровнях жизни шизофрения. Мы же не знаем, как оно внедряется. Вот, допустим, помните, несколько лет назад были такие скандальные случаи, когда в Питере школьников кормили едой. Это повар Путина Пригожин руководил этим предприятием. И кормили детей едой школьников. Это ого-го, какие деньги. Это огромные деньги из бюджета города. Ему выделялись и бюджет страны. Так вот, мы же не знаем, чем травили детей. Они же не умерли все, да? Кто-то умер, нам не расскажут об этом. А многие, они поели той же еды. Просто у кого-то была сильнейшая реакция на эту еду, и дети попали в реанимацию. А у кого-то не было реакции никакой. Но внутри-то осталось, червячки-то остались, которые потом действуют на мозговую деятельность человека. Вот таким образом вся шизофрения, она как бы пальцем деланная, она искусственно внедряется в народ. Потому что если вы будете не шизофрениками, как управлять вами, скажите? Ведь вам все это сказал один из членов, один из лебедей кооператива «Озеро» сказал вам, кто там, Ковальчук, что ли, рассказал о том, что необходимо изготавливать людей социальных, да? Вот для работы это, значит, рабов социальных. Но что еще можно сказать, друзья? Мы с вами думаем о том, что люди наверху, они больше знают. Они больше знают всего просто информации о том, что происходит в стране. Поэтому они забирают свой багаж и рвут когти. Вот во время войны, допустим, вы не знаете, когда якобы должна была быть эвакуация, но народ, посмотрев на то, как ведет себя Сталин, как ведут себя чиновники, как бегут дети. Это мы не знали, что дети Сталина и Хрущева сбежали в первый месяц войны. Мы не знали, мы потомки. Люди-то, которые современные знали, а директора заводов знали, так вот директора заводов тоже рванули, забрали, выгребли кассу и рвали когти из страны. А их подчиненные чиновники, которые видели, что происходит, так же, что смогли, забрали и так же сделали когти из страны. То есть рвали когти, да, или куда-то в глубинку России забивались. В Сибирь могли ехать, пока есть машины, пока есть на чем ехать, пока ты еще свободен, пока тебя не посадили. Потому что Сталин во время войны, в 1941 году, он расстрелял огромное количество военных руководителей. Он расстрелял. В 1941 году началось это когда? 22 июня началась война. А начиная с начала, с первых 10 дней июля, то есть через 2 недели, да, через 2 недели, он начал расстреливать. Расстреливали комдивы за комдивом, комдивы за комдивом, полковника за полковником расстреливали. Почти весь состав командный был расстрелян. Ну, вы это не знаете, а зачем вам это знать? Разве вам это расскажут? Заходите на Бусти, там я помещу фильм, который как раз из первых рук расскажет вам. Ну, в общем-то, это было по документам КГБ составлено фильм. Очень много дает нам понимание о том, как происходила Вторая мировая война. Предатели где искали? Среди народа? А может быть, нужно было там, наверху поискать, а не среди народа. Ну, а в конце я вам еще раз расскажу, что посмотрите на лица тех людей, которые вами руководят. Они не пьют, у них нет шизофрении. А ведь у многих есть шизофрения. Просто ее не ставят. Ее не ставят, ее не устанавливают, не признают. Почему? А потому что такие в руководстве самое смак, самое то, что нужно. Потому что они сами-то больные на голову. И будут людей, кто ниже их, делать более больными на голову. Потому и в Белоруссии было такое, что белорусские кибератаки были направлены против руководства Гродно-Азот. Потому что там ковались кадры, вероятно, шизофрении, которые вниз спускали. Много указаний таких, от которых у народа волосы дымом вставали, неадекватные. Итак, друзья, арабская психология внедрялась насильно и давно. Не сегодня. С 1904 года, когда якобы царь Николай II... Это нам такую историю дали, ведь история была другая. Поехал после посещения Китая, поехал как раз в Россию. Приехал. Он оттуда пришел, с Востока, вы не знали? У меня есть ролики на эту тему, посмотрите. Так вот он пришел с Востока, Николай II, якобы приняв посвящение. Дракона на руке, ему татуировку сделали. Да, шашкой по голове-то ударили, два рога драконьих показать. Но опять-таки все это ритуалы, это все для крепостных. На самом деле он был такой же подчиненный крепостной. Подчинялся кому-то, кто выше его. И пришел он в Россию уничтожать, а не просто править. Безграмотные, жестокие. Горох, царь-горох его называли. Вот такого роста. Были ли дети его детьми? Здесь тоже стоит задуматься. Они были нормального роста. Девчонки все, Мария, Анастасия, Татьяна, все они были нормального роста. И сын был неплюгавенький. Чьи они дети-то, друзья? Вот никогда люди над этим не задумываются. Вы что думаете? Тогда не было генетических исследований. Да еще как были. Еще какие исследования происходили тогда. Смотрите мои ролики. Я иногда в ролике вот такую маленькую толику информации даю. Но она бывает настолько важная. Не упускайте момент. Все слушайте, друзья. Непонятно? Послушайте еще раз. Это же для вас. Я-то это знаю. Заходите на Бусти. Я там размещу этот фильм как раз из архивов КГБ, где рассказывается совершенно ужасные вещи. Если кто умеет, конечно, слушать. Если вы умеете слушать, вы это услышите. Если нет, то сэляви. Я Таня Городсова, Сиельбурхан. 2 ноября 2024 года. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok